Эфир продолжает Новости дня в студии Александра Гордиенко. Здравствуйте. Это микрофон, я думаю все об этом догадались. Непосредственно вот эта насадка, в простонародье ее называют мохнатка. Или пушка. Пушка это сам микрофон. Выносной микрофон вот такой наружный, это называется пушка. Есть также петличные микрофоны, вот они. Которые для интервью там крепляются, нам не интересно. Видели все, в принципе, радиомикрофоны шнуровые, динамические, узконаправленные и так далее. Их тоже огромное количество. В основном, по крайней мере, у нас используется видение как такового. Она именно к этому идет, что человек, он универсальный солдат. И он в одной... Почти надо, говорю. Конкретно здесь, вот мое рабочее место, мы делаем каждодневный эфир программы Доброе утро. Это, собственно, Балкария. Как я и говорил, самый главный чайник. Все равно не зайдем, но тут внутри находится все сердце техническое наше телевидение. Все сервера, все хранилища и так далее, все находится здесь. Там огромное количество техники, и чтобы это все не поплавилось, не погорело, внутри работают два промышленных огромных кондиционера, которые, не знаю, там... В принципе, он глухой звукорежиссер. Он может, просто ориентироваясь на картинку по шкале, полностью отрегулировать весь звук. Мониторы предназначены для просмотра. Вот картинка с трех камер, которые у нас там внизу находятся. Здесь сидит у нас непосредственно режиссер, и это режиссерский пульт. На нем регулируются эти камеры. В Большом павильоне подробнее покажу. Вот эта чудо-кнопка, она отвечает за то, чтобы внизу загорелась... Это никого? Нажми еще раз. Это резервный пульт вместо режиссерского. Да, это резервный, там наоборот. Кнопка, которая внизу загорается таблеточка о том, что идет запись, никому не входить, не дышать, не шуметь. Там, на крайнем компьютере, сидит редактор Тересу Флёр. Он отвечает за то, что вот там внизу будет видеть непосредственно корреспондент. Вот этот небольшой пультик, он прокручивает тот текст, который будет идти внизу. Если вы увидите, на суфлёре это все будет крутиться. В режиме реального времени все это корректируется. То есть, во время выпуска новостей сюда может сесть человек, который набирает тря-ля-ля-ля, и редактор это будет читать. Ну тут, в общем, все. Пойдемте вниз. Напишется программа, где идет непосредственно беседа двух человек. По технической базе три камеры. Это камеры, которые закреплены постоянно, находятся в павильоне. У каждой камеры, обходите отсюда, не стесняйтесь. Вот. Каждое утро, где идет это доброе утро. На каждую камеру вот такой наболдашник прицепленный. Это называется телесуфлёр. С этого монитора дается картинка. Вернее, даже не картинка, а текст, который отражается в зеркале. Соответственно, ведущий, сидя здесь, спокойно может это все читать. Естественно, каждый ведущий... Включай, да, наверху тогда пока. Каждый ведущий, он свой текст учит от и до всегда. Это вопрос, который даже не обсуждается, но на всякий пожарный всегда есть суфлёр. Опять же, мало ли что может произойти, выйти из строя. На этом мониторе ведущий видит самого себя. То есть, он будет находиться здесь в кадре, что-то вещать, рассказывать о том, как все замечательно у нас в республике. В студии Марьяна Долова. Здравствуйте. Все показывается в кадре. Как только уходит режиссер, который будет наверху сидеть, он переключается на какой-то сюжет, где что-то будет рассказываться и так далее. Точно так же, редактор, сидя здесь, он видит все. С него ушли, ему можно немного выдохнуть, свое пузо вывалить и отдохнуть. Соответственно, часы, чтобы он всегда был под контролем и проверялось все это. Вот этот пульт, он отвечает за свет, который здесь находится. Семя арочку. Это банк памяти. Для настроек 8 пунктов, на каждый из них можно подписать, для чего каждый пункт нужен и сохранить сразу какой-то шаблон. Допустим, отписывается какая-то передача, на которую выставлен свет, он на вторую кнопку. Просто нажали и все. Тут свет сам подстроился по то, что непосредственно нужно. Весь свет, он поднимается, опускается, регулируется, поворачивается, настраивается так, как это нужно под конкретную ситуацию, чтобы не было лишних теней, чтобы он не бликовал и так далее, и так далее. Вот эти стены, они специально разработаны для дополнительной шума и виброизоляции, то есть за счет этих дырочек звук приглушается. И если закрыть дверь, то все, что мы будем здесь говорить, ни один человек там уже не услышит. Так что бойтесь этой комнаты. Тут, соответственно, у нас блок находится, где все блоки от микрофонов, разводка вся, подключение и так далее. Здесь за стеклышком красиво, чтобы наблюдать, где что горит, подгорает. И самое главное в этом павильоне – лестница, которая позади Эдика. Мало ли, да, всегда приливится. Куда без лестницы в нашем времени? Так, ну я думаю… Видите, там есть синяя ткань, на всю стену растянутая зеленая. Эта ткань у нас она называется «рир проекция» или просто «зеленка». Мы ее называем. Я думаю, все смотрели фантастические фильмы и так далее. Они все снимаются в комнате, которая полностью оттянута вот таким зеленым материалом. По итогу зеленый материал вырезается и подкладывается абсолютно любой фон, который душе угоден и так далее. Здесь у нас уже находятся четыре камеры. Три локоть завести за край доски. Три камеры, которые, они находятся стационарно здесь, на колесе. И так далее. И если посмотрим, у нас стоит еще один аппаратный. Я бы знаю. Я бы знаю. Затирать вверху и так далее. Так, ну появился мы освободиться, чуть попозже еще зайдем сюда. Так. Так. Угу. 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 Энварян. Угу. Угу. Угу.